Уважаемые здоровья, это Америка? Нет, это Украина Здравствуйте Вы шупили что ли? Чего? Да я просто посмотрю без двери Америка, америка А кто вы? Летеран полиции Слободнышек Что случилось? А что у вас здесь за операция такая проходит? Всех подряд тормозите, я говорю машинку что-то поостанавливали Какую машинку? Никакую, а каких? Какие машинки? Машинки у вас стоят Я говорю машинку что-то поостанавливали, какая-то операция у вас проходит? Нет, я смотрю просто у вас переднего года А потом увидел, что у вас Америка в тролле, что он у вас один Правильно? В Америке один номер? Вы мне скажите пожалуйста, как в Украине должны действовать участники международного движения? Сколько у них должно быть номеров? У вас вопросов нет Не, не, у меня к вам вопрос, вы полицейский? Согласно членов законодательства правил дорожного движения о международном движении, находясь на территории Украины Да Правильно я говорю? Что правильно, вы продолжайте Сколько номеров должно быть? Я решил, смотря у какого государства Вот в Америке один номер Можете подойти поближе, показать удостоверение? У меня есть впечатление, что вы пили. Почему? Ну, я не знаю, у вас какая-то невнятная речь. Вы нормально сейчас? Нет, я просто задалека разговаривал вам, потому что не знаю. Может быть, пожалуйста. Юрий Валерьевич, вы точно не пили? Нет. У меня впечатление такое, что вы точно. Ну, а что у вас впечатление такое? Ну, вы заговариваетесь так. Я пил. Вот, видите, пожалуйста. Пил, я с утра пил, вчера пил. Чай пил, и... Вино пил, вчера же праздник был. Какой? Вино, как это, 1 апреля вчера было. Какой-то праздник, какой-то работа. У меня был праздник, я вчера пил, гулял. Сегодня с утра пил, похмелялся, с друзьями еду пьяный. Вы мне скажите, пожалуйста, вы... Вы... Нет, это я вас задерживаю. Вы хорошо начали. Вы меня отвлекаете от работы. Вы меня остановили, я вам напомню. Я вам уже посмотрел, что у вас американский номер. У меня к вам вопрос. Извиняюсь. Теперь у меня к вам вопрос. Сколько номеров должно быть у участника международного движения? Какого государства? Это не имеет значения. Когда вы являетесь участником международного движения, вы подчиняетесь Стамбульской конвенции. В ней четко прописано, что должен исполнять участник международного движения, независимо от того, с какого он государства. Если он прибывает в страну, которая приняла Стамбульскую конвенцию, он должен подчиняться ее требованиям. Что она требует? Сколько номеров должно быть у автотранспортного средства? Не важно, американское, китайское, японское. Я не проверяю, я задаю вам вопрос. Два. Два, почему у меня один? Потому что у вас Америка, вы не являетесь Стамбульской конвенцией, не относится к Америке. Америка? Вы не поняли, Америка может не относиться, Украина относится. Я освобожусь с работы. Не-не-не, у меня к вам вопрос по сути. Я освобожусь с работы, я вам буду отвечать. Я вам задаю вопрос еще раз, ну вот вы вникнете в суд. Я вам не проверяю. Слушайте, у меня впечатляет, что вы не знаете абсолютно ничего. Почему я не знаю? Потому что Америка здесь ни при чем. Украина входит в Стамбульскую конвенцию, она ее приняла? Украина приняла Стамбульскую конвенцию о международном движении или нет? Как вы думаете, приняла она? Я задаю вам вопрос. Вы меня проверяете? Я вопрос, это не проверка. Вы остановили меня за отсутствие номера. Вы точно должны знать, чем я регламентируюсь, когда я нахожусь как участник международного движения в Украине? Правильно. Теперь ответьте мне на вопрос. Вы говорите, Америка не приняла. Америка, может, и не приняла, это ее проблемы личные. Пусть они там сами разбираются со своей Америкой. Мы в Украине сейчас находимся. Что должен иметь участник международного движения, находясь в Украине? По свечению водея. По свечению водея в предповедной категории. Свидетель регистрации транспортного засоба. Номеров сколько должно быть? А при чем тут номеров сколько? Может быть, у машины и номер... Вы за что меня остановили? Я посмотрел, у вас номер отсутствует. Потом увидел, что у вас американская машина. Теперь у меня к вам вопрос. Машина американская находится... Вы меня за Катей в данный момент. Я вам сказал, что я буду после работы, могу вам уделить время. Что, если вы нормальный? Я вас не забираю. 29-й раздел читали правила дорожного движения. Машина, находящая на более чем двух месяцев в территории Украины, должна стать на временную регистрацию. Ну да, она не находится здесь больше... Не, так а что все? Номеровка. Если она находится больше двух месяцев в временном возе на территорию Украины, она должна стать... Это не имеет отношения к этому, сколько она находится. Если больше двух месяцев, это да, это другая история. Она сейчас находится на Украине. Вот она приехала позавчера на Украину. С одним номером? С Америки. С одним номером? Это не имеет значения. А как не имеет значения? Не имеет значения, сколько... А я не могу знать, какие там два номера или один. Вы должны знать это по одной простой причине. Потому что в Женевской конвенции, в Стамбульской, извиняюсь, четко прописано, сколько должен иметь номеров участников Прайло дорожного движения это написано? Почему есть правило дорожного движения? Мы регламентируем пищу. Правило дорожного движения? Я участник международного движения. Согласны? С этим понятно. С один какой страны? Это не важно. Это не важно, какой он путь Африки. Машина американская. У них в Америке может быть два номера, может быть три. Может быть вот так вот гвоздем... Да и я еще не видел. Не важно, может быть гвоздем вот так нацарапан номер. Это не имеет значения. Мы в Украине, у нас есть наши требования. Наши, украинские. Что наши украинские требования требуют от машин? Сколько у них должно быть номеров? Украинская регистрация не важно. Хорошо, не украинская. Любой другой, кто подчиняется Стамбульской конвенции? По Стамбульской конвенции сколько номеров должно быть? Вы останавливаете, вы не знаете это даже. Два. Два. Почему у меня один, вы говорите, а ну американская, значит так можно? Нет, просто есть американские машины, которые мы останавливаем, с одним номером ездят. Впереди не предусмотрено. Ребята, вы же не новая полиция, вы же старый, правильно? Почему у вас один номер? Вот объясните мне, пожалуйста. Это вы мне должны объяснить, вы полиция, вы остановили меня за отсутствие. Вы же мне проверяете, я же вам задавал. Почему у вас один номер? Ой, сколько вам лет? Какая разница? Ну вот сколько вам лет, у меня номер упал, у вас сколько вам лет? Ну упал, откуда я знаю, что он упал. Скажите, ну вам лет 38, да, наверное, 35. У вас что, ни разу не было, что у вас падал? Кто падал? Нет. Ни разу не было, что падал? Ну у меня номер ни разу не падал, а что-нибудь другое падало? Нет. Я смотрю, что вы вообще ни хрена не знаете, ребята. Не переживайте, все, удачки. Я не переживаю, я спокойно, это я вас задержу, не вы меня. Да хер бы вы мне всрались, вы ничего не знаете. Да потому что вы, вы деревянные, ребята. Ну потому что вы не знаете. У вас мысли затуманены. Хорошо, что вы мне затуманены мысли? Вы, вы деревянные, так начинаете это все. Вы раскрабляете, я с вами нормально. С вами, мол, как с вами дебилами разговариваете, вы не знаете ничего, ребята. Ну, вы провокации. Да вы дебилы, я не провокации, вы просто дебилы. Вы провокации. Господи, ну понабирали уродов, но вот стоят они. Устроили кормушку себе здесь, ни хрена не знают абсолютно. Сами правила придумали, сами правила посмотрели, сами их потрактовали, захотели отпустили, захотели наказали. Все, вся история.